Привет, друзья! С вами Ирина Маркелова-Агапова. Очень многие идут, занимаются инфобизнесом в интернете и очень много тратят времени и денег на различные рекламные площадки, чтобы получить целевую аудиторию. Я хотела бы у вас спросить, почему у вас до сих пор нет канала YouTube, ведь оттуда можно брать целевую аудиторию абсолютно бесплатно. Открываете почту Google, создаете себе YouTube канал и начинаете снимать видео. Вот очень много причин, почему люди не хотят это делать, то есть не хотят создавать свой канал YouTube и не ведут его. И первая причина это страх. Вот мне девушка написала, что я за вами давно наблюдаю, за вашими видео и есть ли какие-нибудь другие методы для привлечения целевой аудитории, кроме того, как снимать свои видео и вести свой канал YouTube. Дорогая девушка, есть, но все эти методы малоэффективны, потому что вы будете в контакте платить большие деньги за таргетированную рекламу. В фейсбуке ужесточили правила, теперь в ленте не отображаются ваши публикации, которые вы делали роботом в группах. И если вы не будете заходить к человеку, к своим друзьям на страницу, у них также не будет появляться в ленте ваши посты. А раньше они появлялись. Все меняется, все ужесточается в социальных сетях. Далее. Люди боятся и думают, меня же будут смотреть мои знакомые, а что они обо мне подумают. А ведь меня будут смотреть весь мир. И люди боятся, как они будут выглядеть. Дальше. Второе. Технические заморочки. Это свет, это ваша одежда, это задний фон, это макияж, это маникюр и так далее. Вы знаете, что очень много людей, так называемые тролли и дизлайкеры, которые видят, что, например, вот такая вот прядочка торчит, или у вас там тушь размазалась, или у вас там на ногтях лак содрался, и они начинают писать, комментировать, какая ты дура, как у тебя все плохо, да твой канал самый отвратительный, да я ставлю тебе дизлайк и так далее. И вы начинаете заморачиваться, и вы прекращаете снимать свои видео. Поставьте цель, снимайте, снимайте, снимайте. И плюйте на чужие мнения. Я создала свой канал три года назад, и мое первое видео было отвратительное. Я подсматривала, я даже забыла выключить стиральную машинку, у меня тряслись руки, у меня трясся голос, у меня не было штатива и так далее. Приобретите себе обязательно штатив и третье. Подходит ли мне канал YouTube? Если вы занимаетесь каким-то интернет-проектом, либо вы вышиваете крестиком, либо вы занимаетесь бессероплетением, либо вы ведете, например, иностранные языки, можете заниматься по скайпу с учениками и получать за это деньги. Как вы думаете, нужен ли вам канал YouTube? Вот вы сейчас смотрите это видео, я вам даю полезную информацию, где брать целевых подписчиков абсолютно бесплатно. И, возможно, вы подпишетесь на мой канал, возможно, вам будет интересно, какие у меня видео за три года еще на моем канале. И, конечно же, узнаете, чем я занимаюсь, и, возможно, придете в мой проект. Вот для чего нужен канал YouTube. 4. На что снимать? Если у вас нет денег на дорогую камеру и не нужно, можно снимать на обычный смартфон или айфон. Я снимаю на обычный смартфон, и качество абсолютно нормальное, не хуже, чем в фильмах, которые вы смотрите. И еще, очень многие перестали смотреть телевизор и перешли на канал YouTube. Например, если вам нужны какие-нибудь расчески для волос, вы набираете в поисковике расчески для волос, или какие-то прически, или как сделать свадебную прическу, или, например, различные лайфхаки, как, например, поменять подшипники на стиральную машину без мастера. Все, все, все вы это смотрите на канале YouTube. Поэтому, кто сейчас не ведет канал YouTube и прется в интернет-бизнес, первым делом создавайте себе почту Gmail и создавайте свой канал YouTube, и набирайте целевых подписчиков. Это очень важно. Без канала никуда. За YouTube ваше будущее. Если вы не будете вести свой канал, то пиши пропало. Создали и ведите его. Многие, конечно, просто посмотрят мой ролик, закроют его и забудут. А те люди амбициозные, они посмотрят, создадут свой канал и будут снимать, снимать, снимать. И по поисковикам будут себе подбирать слова, то, чем они занимаются в интернете, подберут ключевые слова и будут снимать по этим ключевым словам свои ролики. Ждите моих следующих видео. На этом я с вами прощаюсь. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok